Раньше я очень сталкивалась с тем, что мама говорит, я жутко хочу, чтобы ребенок пошел в футбол, а папа такой, нет, это же девочка, вы что? То сейчас уже больше развития в этом плане, и мамы, и папы достаточно проявляют интерес к нашему виду спорта. И, наверное, совет, не бойтесь, но это достаточно интересный вид спорта, и развитие ребенка идет на разных уровнях. Некоторые из Гомеля и из Ветки. Есть зречицы к нам приезжали, девочки тут все общительные, все друг за друга, в игре, или так, общаемся все очень хорошо. У нас в плане психологического с девчонками, да, нам сложнее, чем ребятам. Ну, действительно, на ребят можно крикнуть, там где-то его потрусить, там более жестко с ним поговорить, и все, и он включается в процесс. С девочками немножко другая система. Там нужно где-то и по головке погладить, где-то понять, почему она себя так ведет. Девчонки, когда начинают взрослеть, вот эти вот переходы между возрастные, достаточно сложновато иногда бывает, но я пока справляюсь. Если, например, мы в чем-то ошиблись, они, ну, Анна Сергеевна сразу говорит то, что не надо стесняться своих ошибок, и то, что у нас все получится. Самый лучший тренер. Я была у одного тренера, мне не понравилось, я перешла в Гомель, и, ну, здесь мне намного комфортнее. Смотрю по тренировочному процессу, то есть, понятное дело, что там я прихожу, если я вижу, что они какие-то там загнанные, ну, понятное дело, учеба. У нас тренировки вечером проходят, и они после учебы приходят такие все со своими какими-то мыслями в голове, и иногда их нужно первое время, ну, там, минут, наверное, даже 20 как-нибудь протрусить, чтобы они забыли учебу и вошли в тренировочный процесс. Это все проходит достаточно интересно через игры, через какие-то развлечения, чтобы они немножко отошли от того мира, влились в тренировочный процесс. Ну, как я вижу, по детям им очень нравится. Мы обводим фишки, играем игровые, работаем над ударами. Тренер мне очень нравится, она не кричит, нам все спокойно объясняет. Если даже у нас что-то не получается, она говорит, не волнуйтесь, у вас еще все получится. Это не последний раз, когда вы еще приходите на футбол. Я занималась до этого скалолазанием, теннисом, бокс пробовала, но это не получалось. И самое хорошее остановилось на футболе. Это интересно. И у нас не все так гладко, у нас нету поэтапного такого, то есть у нас девочка может одна прийти 13-го года и заниматься 2 года, а другая девочка может прийти с 16-го или там с 7-го года и заниматься только начать. Поэтому нам приходится как-то вот варьировать вот эти вот моменты. На детских возрастах пока я одна, но напряга работы с девчонками для меня нету вообще. То есть это моя жизнь получается. Что вы сегодня делали? Занимались. 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 Вы сегодня сильно устала? Нет? А кто сегодня сильно устал? Наверное, Анюта. Занимались. Нет? Нет? Диана больше всех. Диана. Нет. Ноги ромки целые? Да. Жадные. Жадные. Конечно. Все, хорошо, девчонки. Спасибо за тренировку. Поклопались. Естественно, это все по-разному с каким-то возрастом. Мы каждый день встречаемся, как старшие команды. Какой-то возраст, поменьше дети 4 раза в неделю, с каким-то 3 раза в неделю. Процесс тренировочный. Это для начала, чтобы, понятное дело, привить им, во-первых, это любовь к нашему любимому виду спорта, а во-вторых, чтобы они понимали, что их ждет. Потому что многие детки еще берут руками и забывают, что работа в основном идет у нас в нашем спорте ногами. Турнир достаточно интересный. Там у нас все новые дети. Ну, то есть, как бы, вновь пришедшие. И возраст такой достаточно интересный. Они, как бы, в этом турнире больше познают футбол. То есть, знакомятся с этим видом спорта. И кто-то влюбляется, кто-то, бывают такие детки, которым прям, ну, не, не мое, я не пойду. Больше всего бегаем, пробуем ходить на воротах. То есть, в соревнованиях мы отрабатываем то, что мы делаем на тренировках. Девчонки в У-17 уже молодежное первенство. Получается, с апреля по ноябрь мы играем. Каждую неделю у нас игры или дома, или на выездах. И девчонки достаточно, ну, заинтересованы. То есть, с горящими глазами выходят на это поле, ждут этой игры. Особенно, если команда какая-нибудь такая, что, ну, у них там есть, естественно, подруги и все остальное, то там вообще прям борьба такая интересная у них происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Что не получилось, наверное, характера немножко не хватило. То есть, они вроде как и в первом тайме показали, все здорово, как бы и отыграли один мяч. И вот такие нелепые ошибки, которые их, в первую очередь, самих же гасит эмоционально. Наверное, она била в дальний угол. Видно было, что да, она целилась. Потому что и в игре было видно у нее и много таких моментов. Она именно убирала в сторону и старалась закручивать дальний угол. Ну, я считаю, что немножко вратарь наш выбрал неправильную позицию, ближе к углу сместился и не успел перестроиться. Мне бы вообще показалось, что она даже не видела, что он туда полетел. Ну, ничего, на ошибках учимся. Очень интересно. Ты бегаешь, у тебя идет соперничество. Ну, страх какой-то есть, то, что получишь травму. Я стараюсь после каждой игры дать им время, ну, так сказать, решить самим. Ну, как вот, задаю каждый вопрос. Как ты думаешь, что тебе не хватило, что тебе не хватило, что не хватило тебе. И когда они уже входят в этот диалог, то есть они уже какие-то анализы делают, там, неважно, проиграли, выиграли, там. И они уже после этого, можно с ними свое мнение им рассказывать. Правильно ли они думают, хватило действительно ли этого. Ни в коем случае душить, наверное, не надо, потому что девочка – это такой продукт, который, если чуть сильнее надавишь, она может действительно развернуться и уйти. Но и при этом сильно расслабляться не давать, потому что следующие игры, и у нас вообще Гродно предстоит достаточно сложная команда. Победа – это, конечно, здорово, но на данном этапе это такой возраст, который вы должны немножко лояльно относиться к своим проигрышам. То есть вы должны за счет них двигаться, наоборот, вперед, расти и искоренять ошибки, которые у вас, допустим, происходили. Не получилась обводка, значит, ты бах себе в голове, все, ага, здесь не получилось, в следующий раз получится. На тренировке буду это отрабатывать. И за счет вот этих шишек они тогда начинают расти. Приглашаю всех девчонок любого возраста, до 17 лет у нас сейчас есть все возраста, которые у нас задействованы в этом виде спорта. И я приглашаю всех попробовать себя, не стесняться, что там девчонки этим не занимаются, не слушать никаких лишних комментариев, куда ты идешь, зачем тебе это как девочке. Приди, попробуй себя, и тебе точно понравится. Редактор субтитров А.Семкин